Это третий форум московский, на котором я присутствую и выступал уже не раз с различными докладами и на этом форуме, и на других. Если можно, следующий слайд. Будьте добры. Значит, очень много обсуждали чего. Сегодня я со всеми согласен. Со всеми согласен. Но, что смущает, мы вроде как поддерживаем Владимира Владимировича Путина. Вот его слова. До каждой трочки согласен, ничем не спорю, давно сказал. На каждом форуме мы говорим о том, что да, все правильно, надо это делать. Да, мы знаем как, да, мы говорим как делать, рекомендуем, со всем соглашаемся. Про что-то проходит после форума, после конференции, ничего. Ни одного решения, ни одного мероприятия. Мы отстаем как страна по производительности, но самые непроизводительные затраты у нас на самом деле, у нас на форумах и на конференциях. Посмотрите, столько людей, два дня, это только наш один форум. А форум проходит каждый месяц, и не один. И после такого количества затрат человеческих, ни одного решения в стране не принимается вообще. Более низкая производительность труда, чем управление, в том числе общественными процессами, наверное, нет нигде в мире. Устал от разговоров очень сильно. В итоге плюнули на все конференции, форумы, сказали, не ждем маны небесные ни от городских властей, ни от областных, ни от федеральных. Начинаем создавать то, чего призывали делать в стране. И создали в ЧПП на базе нашего предприятия экспериментальный машиностроительный полигон на территории города за свои средства, на своих идеях и на всем остальном. На заводе, где работает чуть больше 500 человек, мы пропускали в год студентов 8 учебных организаций общей численностью, без малого 250 человек. Это достаточно серьезный эффект поразительный. То, что качество подготовки профессионалов на порядок стало выше, это очевидно. Сам факт был признан в городе очень позитивным и положительным. Поэтому уже через год открылся еще один полигон, по нашему примеру, химики открыли, технико-химический полигон. Еще через год образовательный строительный полигон. То есть все замечательно. Сама по себе идея работает. Но любопытно другое, что после таких результатов, которые вы видите, нигде ничего не сломалось в системе подготовки. То есть это все оказалось на уровне энтузиастов в бизнесе. Поэтому на сегодняшний момент полигоны образовательные, где очень приятно, если у меня слуху, дуальное образование, практика ориентирное образование, оно оказалось не востребовано ни в стране, ни в департаментах образования. По большому счету нас к этому призывали, но внедрить это на уровне системы не удалось, хотя уже несколько лет это дело у нас работает. Значит, руки не опустили. Мы поняли, что система не работает. Пошли дальше. Раз нет заказчика для специалистов высококвалифицированных, раз ни город, ни наниматели, ни область, ни власть, ни сами учащиеся не хотят двигаться в этой системе, раз система не принимает вроде бы позитивные элементы, было принято решение создать производство другого типа. Не производство по производству изделий и не учебное заведение по производству специалистов, а производственно-образовательная организация, которая будет производить команды, которая будет производить производство и создавать себе самим рабочие места. Наш завод интересен тем, что каждый год мы преврастаем примерно 10-15%, а в кризис растем примерно на 15-25%. То есть мы создаем себе рабочие места самостоятельно, ищем продукты самостоятельно. Возникает вопрос, кого учить? Учить надо людей, которые будут сами себе создавать рабочие места. Коллективы надо готовить, которые будут создавать предприятия. И независимо от того, кто и как рулит в мире и в стране, самим себе делать свою мини-индустриализацию. Хотя бы это, раз ничего другого, после конференции и форума мы создать не в создаянии. Город поддержал эту идею. Более того, ЧПВС выступил с ассоциативой, что он готов предоставить городскую площадку для эксперимента в рамках создания сорсово-экономической лаборатории, для того, чтобы попытаться в масштабах города сказать, что даже в условиях отсутствия системной работы можно в рамках эксперимента создавать что-то, что будет развиваться и расти даже на песке. Но, к сожалению, опять возникла проблема. При любой идее, к сожалению, в нашей стране нет двери, в которую можно постучаться и с этой идеей зайти. Скажите, вот пройдет наш форум, как вы думаете, что-нибудь изменится в стране? Вот те грамотные предложения, рекомендации, которые мы с вами работаем, как-то, где-то, до кого-то, до какого-то, к методу дойдут, после чего профинансируют или поддержат что-то мероприятие? Я думаю, ответ очевиден. И мне кажется, может быть, есть смысл в том числе менять формат наших форумов и не только обозначать нашу очередную критику того, что происходит, но устали критиковать, наверное, устали мы все это слушать сами себя. Пора переходить как-то к делу и заставлять руководителей страны принимать решения и что-то делать. У меня вопрос, почему по итогам наших форумов мы не хотя бы одно, два, три, немного, хотя бы несколько предложений требовать, рассмотреть в правительстве и принять решения. Я честно скажу, был бы очень рад, если бы по итогам нашего форума и нашего стола или нашего заседания появлялось хотя бы одно, пускай маленькое, но предложение, которое будем настаивать на исполнении. Был бы рад, если бы наш форум написал в рекомендациях, а точнее даже где-то в требованиях, просим правительства рассмотреть возможность создания в органах и поверхности эксперимента по созданию сорса экономической лаборатории, в основе которой будет лежать кластер индустрии образования с целью развития вариантов поиска развития образования, науки и производства. Спасибо.